Уголовное дело возбуждено по факту происшествия на Гродно-Азоте. Сегодня около часа дня. Над предприятием поднялось большое облако дыма. Инцидент не на шутку встревожил жителей областного центра, как и многочисленные машины скорой помощи и спасательная техника, которые направились в сторону завода. Подробности ЧП появились позже, и специалисты поспешили заверить, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. По информации МЧС, в цехе восстановления едкого натра проводили плановый ремонт с использованием газового резака. Искра попала на химическое вещество, произошло термическое разложение, и в воздух поднялись ядовитые пары. Смертельное отравление получили два человека. Еще двоих рабочих доставили в больницу. Эти пациенты незамедлительно были госпитализированы в отделении реанимации. Состояние их расценивается как тяжелое. Был проведен весь комплекс обследований необходимых. Сейчас проводится интенсивная терапия. Как выяснилось, погибшие вообще не имели никакого отношения к производству. Это были плиточники-облицовщики. Одному 35, другому 28 лет, которые работали рядом. Последствия аварии устраняли около часа. Спасатели осадили поднявшееся облако водой. К расследованию подключились следователи и специалисты Госкомитета судебных экспертиз. По результатам скрупулезно проведенного осмотра, в ходе которого будут изыматься следы, предметы, иные объекты, которые могут представлять интерес для установления обстоятельств, и проведенных экспертиз судебно-медицинской, ряда иных экспертиз, будут установлены обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета Республики Беларусь. Проводится осмотр как наружной территории, так и осмотр цеха. Проводится работа с лицами, которые отвечали за производство работ, а также производили их. Основываясь на первоначальных данных, которые получили следователи, принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 428 Уголовного кодекса Беларуси «Служебная халатность». Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. Добавлю, Гродно-Азот – один из крупнейших производителей удобрений в Европе. И хотя вероятности распространения опасных веществ, как заверил главный санитарный врач Гродницкой области, нет, специалисты все же берут пробы воздуха в городе в связи с инцидентом. Результаты исследований будут известны позже.